МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год ветераны в преддверии Дня Победы и Дня Независимости неизменно совершают эти поездки. В этом году ветеран войны Михаил Павлович Дурнов показал молодежи, как, несмотря на свой преклонный возраст, не терять присутствие духа и молодецкого задора. Он решил один из отрезков пути преодолеть вместе с молодежью на байке. Я согласился лишь потому, чтобы проверить себя, как я себя чувствую. И главное, в этот период у меня дух. А дух – это вдохновение. Дух – это, можно сказать, дух – это Бог. Это любовь. И вот любовь к жизни, любовь к природе, любовь к окружающей среде, к весне, то, что сейчас мы встречаем, День Победы, так, меня возохновило. Я не только на мотоцикле еду, но я еще зашел, победил себя к памятникам. Может быть, никогда больше не придется, а я победил себя. Просил скорости больше. Я скорости побольше прокатил уже напоследок. Бывшая партизанская стоянка Вейкерева встретила ветеранов шумом, голосов и музыкой. А ведь в военные годы стоянка была окружена болотами, и ее постоянной спутницей была тишина. И этим Вейкерева спасло не одну сотню жизней военное лихолетие. Это место для проведения военно-патриотической реконструкции было выбрано отделом идеологической работы, являющегося главным организатором мероприятия, не случайно. Здесь царит особая атмосфера. Не случайно из года в год мы встречаемся на этой земле. Урочище Вейкерева было местом дислокации партизанского отряда. Здесь действительно совершались те подвиги, про которые мы говорим, и благодаря которым сегодня мы можем свободно жить, и наша страна может процветать. Фестиваль «Красная гвоздика» и символом этого фестиваля является «Красная гвоздика». Почему? Потому что цветок гвоздики и красный цвет являются именно тем символом того героизма, той стойкости, той крови, которая была пролита на этой земле во имя победы и нашего с вами светлого будущего. В качестве почетного гостя был приглашен и Николай Москевич, при участии которого и создавался этот проект четыре года назад. Хочу сказать большое спасибо Цубе Наталье Николаевне и Жукове Ларисе Ивановне за то, что вот несколько лет назад перед, а то есть к мероприятиям, посвященным Дню Победы, мы вот совместно решили возродить такой конкурс «Красная гвоздика». Он был, наши ветераны, люди старшего возраста помнят, что в советские годы в каждой школе такие мероприятия раньше проводились, но потом потихоньку забыли. И мы возродили. И радостно то, что каждый год у нас не уменьшается, а увеличивается количество людей, количество коллективов, количество общественных объединений, организаций, которые принимают участие в этом конкурсе. Каждый год конкурс становится все масштабнее. В этом году среди участников были и новички. Подготовка к военно-патриотической реконструкции длилась не один день, ведь каждой команде было необходимо оборудовать стоянку в духе военного времени. Землянка, полевая кухня и медицинский пункт – вот что должно быть на каждой. Все подошли к мероприятию серьезно и ответственно. На многих стоянках ветер играл полами солдатских шинелей. Стояли будто бы только что оставленные партизанами автоматы. В котелке над костром готовилась неприхотливая солдатская еда. У ветеранов, которые каждый год здесь почетные гости, все эти атрибуты наверняка вызвали щемящее чувство в сердце. Это для нас конкурс, а для них – часть жизни, которую они прожили не зря, в которой они выжили и не просто выжили, а подарили своим потомкам возможность жить на свободной земле. Возвращаясь в настоящее, 13 команд-участниц приготовили специальный подарок ветеранам – 72 алые гвоздики, символизирующие годовщину Победы. А еще участников ждали различные испытания. На полигоне – метание гранаты и стрельба. На сцене – конкурс патриотической песни. На своих импровизированных стоянках каждый готовил солдатскую кашу и похлебку. Самая вкусная каша, по единогласному мнению жюри, оказалась у одних из новичков – команды «Красные комиссары», которая с радостью пополнила список участников мероприятия. Я думаю, что ветераны будут довольны, все это ради них, мы помним. Я думаю, что им будет приятно, и все это в том числе и для молодого поколения, как вы видите, здесь и дети есть. Поэтому все ради них и все для того, чтобы последующие поколения помнили, знали и верили в то, что это все было не зря. А самую вкусную похлебку приготовили тоже новички – участники команды «Память» открытого акционерного общества «Белслуч». Мы новички в этом. Мы никогда не участвовали. Но решили откликнуться, собрали команду, посмотрим, может, и у нас что-то получится. Надеемся, что мы будем не хуже. Я думаю, что все поколения должны помнить о памятных датах, о Дне Победы, независимости, 20 лет, 50 лет, 40 лет. Все помнили и знали, как нам давалось, нашим дедам, прадедам, победа. И должны это оценить. Оценивало жюри и оформление стоянки. Лучшей в этом году стала команда отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома. Приз от «Красного креста» заслужила команда «Отряд особого назначения», которую представил ЖКХ «Комплекс». Приз зрительских симпатий достался идеологическому активу района – команде «Бойцы невидимого фронта». Приз симпатий жюри получил объединенная команда Готского и Хоростовского селесполкома «Девятая рота». Победителем же конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» стала команда «Заря» Солигорского РОВД. А абсолютным победителем военно-патриотической реконструкции «И поет мне в землянке гармонь» стала команда «Лесной отряд» – первичные профсоюзные организации УПП «Нива». К слову, тоже участвующая впервые. У нас очень активный коллектив, можно сказать так, да. Мы получили, как говорится, предложение и решили, что надо поучаствовать. Потому что я считаю, что это достойное мероприятие. Даже не только на базе нашего района. Это вообще должно быть в области, везде и всюду. И я считаю, что даже детей надо сюда привозить, чтобы они видели, кто это такие ветераны, для чего мы здесь собираемся, что мы делаем и как мы обустраиваем. Мы первый год, поэтому нам в этом году должно все прощаться, потому что мы не знали, не видели нигде. Все, что могли, все сделали сами. В личном первенстве по стрельбе первое место у представителя команды «Правнуки Победы» ЛМЗ «Универсал» Романа Гудковского. Он же занял и первое место в метании гранаты. Среди женщин по стрельбе первое место заняла Анна Данилевич из команды «Отряд особого назначения». Но «Красная гвоздика» и военно-патриотическая реконструкция и «Поет мне в землянке гармонь» создавались не просто как конкурс. Эти мероприятия призваны объединять сразу несколько поколений, даря каждому возможность почерпнуть из этой встречи важные и нужные истины, ценность которых далеки от материальности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин